Всем приветики! Я уехала в отпуск, и, честно скажу, очень хотелось отдохнуть. И где-то в середине отпуска всё-таки у меня пришла мысль немножечко отснять вам влог. Сразу прошу прощения за то, что где-то будет какая-то тряска, будет, может, не очень хороший звук, потому что я вообще не собиралась ничего снимать, но вокруг оказалось настолько красиво, что я решила вам что-нибудь показать, тем более вы меня просите влоги снимать почаще. Уже проехали Краков, то, что я не снимала. В Кракове были, в Закопанах были и были в Праге. Ну, всё тоже очень красиво, тем более очень круто, что мы так постепенно проходили. То есть сначала мы увидели Краков, а потом уже поехали в Прагу. В Праге я уже была, но я, наверное, забыла, насколько красивый город. Там действительно потрясающе. И давайте начнём наш влог уже с Австрии. И Австрию хочу начать с города Гольштадта. Ну, это даже не город, а маленький городочек. Очень-очень атмосферное место. Я знаю, что он достаточно знаменит и очень популярен у туристов. Но благодаря тому, что мы ездили в ноябре, нам по секрету сказала продавщица кофе, что сейчас людей почти нет. Ну, действительно было очень много туристов из Китая. Ну как, относительно много, больше всего. Но вообще людей было немного, потому что Гольштадт очень нравится людям именно зимой, когда там выпадает снег, что он имеет определённый шарм. И также, тоже летом-то очень часто приезжают. Достаточно распиаренное место, поэтому старайтесь подбирать время, чтобы людей было не очень много, чтобы было вам комфортнее. Сам городок очень атмосферный. И видно, что эту атмосферу очень хорошо поддерживают именно местные жители, потому что очень много каких-то деталек таких красивых. Мох, красивые растения. Ты ходишь и действительно заглядываешься на то, даже у кого в доме что на занавесках висит, потому что очень сложно оторвать глаза. Ну и знаете, очень понравилась ещё поездка на катере, потому что действительно интересно посмотреть на городок со стороны. Там катер ходит по озеру за небольшую стоимость. Он ходит на станцию, но мы просто вот прокатились туда-назад для того, чтобы смотреть. Я думаю, что увидите, как выглядят кадры красивые, которые я снимала, и которые на самом деле, когда пришли все туристы, катер был полностью заполнен. Итог. Городок вам советую от всей души. Советую, наверное, ехать туда в ноябре. Советую выпить стаканчик Глиндвейна на набережной. Ну а дальше будет не менее красиво. Дороги в Австрию — это действительно отдельная тема, и не просто так. Потому что мы остались очень впечатлены. Во-первых, качеством самого покрытия, потому что качество просто идеальнейшее. Разметка идеальнейшая. Знаете, по Европе многим мы проехали, но австрийские дороги вот даже до сих пор, и мы говорим, что самые лучшие манеры езды тоже у австрийцев просто потрясающие. Все просто под линейку едут ровно в скорость. Тебе не нужно никуда перестраиваться, никто никуда не лезет. Просто кайф. В принципе, очень живописно, красиво. Если вы где-то чуть-чуть съедете с трассы, то везде такая красота, что тяжело не доставать все время телефон. Хочется все время снимать, потому что пики, горы, атмосферные деревеньки. Мы знали, что оно красиво, но не ожидали, что настолько. Первое озеро я не буду называть название, я не знаю, как оно читается, я его вам лучше напишу. Но оно настолько врезалось мне в память. Вот проехав уже большое количество красивых мест, мне все равно оно безумно понравилось. Очень красивые пики, очень красивое само озеро. Потом еще, когда шли назад, очень красиво отражалось звездное небо, светила луна и очень красивая дорога ко второму озеру. То есть там два озера. Если вы любите пешие прогулки, то вам очень понравится. К нему нужно идти 2,5 километра примерно, немного в гору. То есть нужна хорошая трекинговая обувь, но очень красивая дорога там. И уже когда мы поднялись, там было не одного человека. Много также различных красивых водопадов, от более больших, более известных, до более маленьких. Даже, знаете, проще, наверное, посмотреть те, которые будут именно рядышком с тем местом, где вы, допустим, будете проживать. И то, что я поняла о водопадах, водопады более красивые снизу, а не сверху. И там обычно такие крутые лестницы, достаточно долго подниматься. Плюс оно обычно мочит вас, если это где-то в ноябре, зимой, то подниматься не обязательно. А летом, я думаю, что подниматься на водопад будет очень приятно, потому что вас будет орошать таким приятным дождиком. В общем, природа везде просто сказочная. Остановились, кстати, в очень красивом домике с очень красивым видом. Вид мы видели только на утро и прямо обалдели. Не знаю, насколько меня будет слышно. Пошли попробуем купить коровьего домашнего молока. Вот от этих коровок, кстати. Это соседские коровки. Вот пока сижу, как машина ездит шумно, хотела вам сказать, что вот эти вот мои ботиночки, это с Алиэкспресс, ну коричневые, а я перезаказывала немножко с другой подошвой. Эта подошва получше, предыдущая потрескалась. Очень-очень много ходим. И я сюда купила ортопедическую стельку. Мои кроссовки пума мне поднатирают в пятку. Мои кроссовки рябаки там немножко в пальчик. Поэтому вот прям очень-очень вам рекоменд. Ссылочка, наверное, оставлю внизу. Они чуть-чуть идут пошире, чем предыдущие сверху, но очень удобно вообще, прелесть. Короче, нашли пустую бутылочку для молока, но молока купить, к сожалению, не получилось, хотя очень хотелось. И мы поехали возле нашего дома. Прям был замок тоже австрийский, красивый. Поехали его посмотреть. Даже больше, наверное, замок-крепость. Но мы, грубо говоря, поцеловали дверь, потому что он был открыт до 6-го, по-моему, ноября. Мы приехали 9-го ноября. Нам три дня не хватило. В общем, мы очень везучие. Так что в ноябре есть плюсы, что мало людей. И есть минусы, что некоторые заведения либо замки не работают, потому что нет туристов, и типа сейчас не сезон. Здесь мы приехали в городок Целямзе. Если посмотреть на карте, это один из многочисленных живописных городков. Тут много гостиниц. Вот мы сейчас ехали. Парковка платная. Там есть станция. И очень красивое озеро. Очень. Чтобы не было пересвета. Пока какие-то работы идут, но красиво. Всем доброго утра. Сегодня мы в Германии. Солнышко вас слепит. Вчера переезжали ночью через Альпы. Прям по верхушкам практически ехали. Дорога, конечно, безумно красивая, но заснять... Ну, света совсем не было, чтобы это заснять. Ехать, конечно, страшновато. Было сначала... Вообще страшно было. Меня уж потрясывало. Но потом я как-то привыкла к дороге уже. Там повороты немножечко уже там и разгоняться начала. Поэтому виды, конечно, очень красивые. Мне Австрия безумно не еще понравилась. Германия, конечно, тоже очень симпатичная. Вот то, что мы сейчас видим, то, где мы ночевали, в принципе, вид красивый. Но Австрия – это прям моя любовная любовь. Прям. Одно вам забыла сказать. В Австрии кофе просто ужасный. Ну что, приехали смотреть замок. Сейчас нужно приобрести билеты. Нам, кстати, хорошо, чтобы сказали, что билеты можно купить по интернету. Скором покажу. Надеюсь, что много красоты. Дорога, как и во всем путешествии, снова в гору. Но когда ты видишь очертания этого прекраснейшего замка, идти как-то, знаете, полегче. Так, мы сейчас поднялись. И видим замок, по-моему, Штангау. Где-то он здесь. А он здесь сзади. То, ради чего мы сюда пришли. Размеры, масштабы, размаза замка просто удивляет. Есть смысл приехать заранее, чем ваши билеты, и поглядеть там вокруг. Можно перейти на несколько площадок, с которых очень красивый вид на замки. Допустим, на мост под весной. Еще мы на город чуть поднимались. Там тоже очень красивый вид на замок. Получаются красивые фотографии. И сама история замка тоже очень интересная. Потому что это история про короля, который очень хотел сказочный дворец, но у которого не хватило на него денег, который много их отталживал, загнался в долги из-за этого. Его отстранили. И в этом замке он прожил совсем недолго. В общем, можно прочитать, как такую сказку с не очень хорошим концом. Сам замок очень красивый. Еще раз повторюсь. Но он какой-то новый. А он действительно новый. Его строили не так давно. Но его до сих пор еще немножечко достраивают, так как этот король не смог застроить свой замок. И его уже достраивали потом с деньгами, которые получали при посещении туристов. В общем, атмосферы старины как-то в нем нет. Также мы заходили внутрь на экскурсию. Очень интересно посмотреть. Все безумнейши красиво. Король Людвиг очень любил лебедей. Там их очень много. Но, к сожалению, внутри снимать было нельзя. Поэтому внутри можете посмотреть, только если приедете. Я думаю, в принципе, для этого все так и сделано. Чтобы сами приехали и посмотрели. Поесть мы остановились в городке Фьюсен рядом. И еда в Германии это просто нечно вкусно. Огромные порции. Особенно если вы в дороге, это еще и жирненько. Плюс ели вкусный десерт и вкусный кофе пили. Всем доброе утро. Как бы я ни выглядела, я поставила волосы чуть-чуть заколкой, чтобы они после фена высохли. У нас вот такой вот апартмент на Террих мы сняли. Очень симпатичное место. Мы еще в Германии. Хотели ехать в Швейцарию, но как-то погода подпортилась. И даже не знаю. Мы, может, вообще ничего не увидим. Поэтому пока не знаем, что делать. Ну, сейчас соберемся, выселимся. Не могла найти электрический чайник. Вы представляете? А потом так поняла. Я таких еще никогда не видела. Немецкий электрический чайник. Мы уже в Швейцарии. И остановились перекусить. Попили йогурта. Очень вкусный йогурт. Ну и вообще, если честно, зашли в магазин. Цена, конечно, ух! Сложно было просто оторваться. В Швейцарии она встретила действительно классными дорогами, классными пейзажами, классными горами. Сложно просто оторваться. И действительно сложно не останавливать. И не пытаться что-то сфотографировать, что-то снять. И этими всеми переездами с остановками мы вообще ехали в Лаутербрюнен. Это очень красивая деревня. И она, кстати, достаточно популярная. В ней есть водопад. Она очень тоже такая атмосферная. Но, честно скажем, что водопадики мы увидели и поживописнее. И много, в принципе, в самой Швейцарии деревенек с водопадиками. Это не одна единственная. Просто она какая-то самая распиаренная. Но она действительно очень красивенькая. И видно, что заточена под туристов. Потому что там большие парковки, где могут парковаться автобусы. Ну, это, в принципе, достаточно удобно. Но парковка, естественно, везде полотная. Всем доброе утро. Заехали посмотреть. Крепость по дороге была. И озеро. Переночевали в классном домике очень. Это домик 17-го или 18-го века постройки. Вот сейчас поедем, наверное, посмотрим так, в Швейцарию с машины. Есть такая трасса Фуркопас очень красивая. Хотим заехать в какой-нибудь городочек погулять. Потому что городки тут все очень красивые. Это вид скрепости. Здесь такая красивая, бирюзовая, голубая вода. Я просто с ума сходила. Мы на этом озере еще потом целый день провели. Позже я вам покажу очень красивые кадры. И очень классно оборудована сама крепость. В плане того, что вроде все просто, все бесплатно. Но для туристов можно подняться наверх. Посмотреть вид на город. Посмотреть вид на крепость. Ну, просто все очень как-то дружелюбно. Мы еще не прощаемся с этим озером. Поедем на Фуркопас. Я думаю, что расскажу и покажу вам эту очень красивую дорогу уже в следующем моем видео, чтобы не затягивать. Давайте вместе с вами путешествовать дальше.